А трудно Добрыне от того, что в его тридевятом царстве все передвигаются только на конях и не знает он, как правильно переходить дорогу. Чего никак не скажешь о ребятах из детского сада «Золотая рыбка». Что мы делаем сначала? Мы смотрим налево, направо, еще раз налево, держим друг друга за руку, убедились, что все автомобили остановились и переходим дорогу очень осторожно. Такие занятия здесь проводятся с завидной постоянностью, но то, что есть такая штука, как светоотражатель, многие дети сегодня узнали впервые. Поэтому не зря ваш покорный слуга выступил в роли дяди Степы, а заодно и Деда Мороза и подарил каждому воспитаннику подготовительной группы светоотражатель. После лекции сотрудника ГИБДД и мультфильма ребята поняли предназначение светящегося в темноте прямоугольника. Чтобы водители видели, что движется пешеход. А как они увидят? Они увидят по свету или что переходят дорогу по светуотражателю. Чтобы фара светила на него и он тоже светился. А для чего? Чтобы водитель видел, чтобы водитель не влезлся в человека. Ребята из этой группы изучают правила дорожного движения постоянно. У них даже есть свои игрушечные автодромы и мини-улицы с перекрестками и светофорами. Ежедневно напоминание детям о правилах дорожного движения, о безопасности. Мы наблюдаем на прогулках за движением пешеходов, за движением транспорта. У нас очень много книг о правилах дорожного движения. Недавно мы даже поставили сценку, она называется «Огнехвостик». Там рассказывается о бельчонке, который не соблюдал правила дорожного движения. Маленькие участники дорожного движения пообещали, что обязательно вечером попросят родителей прикрепить светоотражатель на свой детский рюкзачок или одежду. Спасибо! Алексей Шемякин, Светлана Михеевская, Регион 29.